Я приветствую и желаю здравствовать всем участникам сегодняшнего вебинара компании Баркадара. Этой весной мы встречаемся со многими из вас еженедельно и впереди еще пара вебинаров потом мы продолжим после сезона отпусков. Если у вас есть какие-то специальные темы которые вы хотели бы чтобы мы рассмотрели на наших вебинарах я приглашаю вас присылайте нам эти интересующие вас темы или просто вопросы которые вы хотели бы понять получить на них ответы и мы будем рассматривать эти вопросы и эти темы в течение следующих полу следующих шести месяцев этого года потому что впереди у нас достаточно много интересного материала но даже сейчас мы еще не все рассмотрели что мне бы хотелось бы вам показать по возможностям последнего релиза рад студии 10.2 токио мы продолжаем сегодня рассказ о delphi для linux это пожалуй главное новшество этого релиза релиза 10.2 и в прошлый раз мы рассматривали вообще вопросы программирования для linux а сегодня я хотел бы чуть чуть более подробно остановиться на вопросах связанных с delphi linux и интербейс системы управления базами данных эллиционными базами данных которые наша компания поставляет как отдельный продукт и в составе рад то же самый рад студию меня зовут андрей совцов я сотрудник компании баркадера организационно наш вебинар будет происходить точно так же как и раньше я показываю слайды примеры на ваших экранах а вы задаете вопросы приможно прямо по ходу вебинара в чате в конце вебинара если я состоянии ответить на этот вопрос я обязательно отвечу если нет но постараюсь ответить в письме и или отдельной тематика вебинара вебинар этот записывается запись вебинара будет доступна через несколько дней после технической обработки на канале youtube эмбаркадера раша сегодняшняя тематика наша достаточно ограничена указанными здесь темами мы вообще рассмотрим что такое delphi для linux как сейчас поддерживается на каком уровне поддерживается linux в системе рад студия и delphi что дает это программистам посмотрим как живет и как устроен интербейс и как он связан с линуксом дальше мы посмотрим некоторые особенности которые требуется учитывать при написании программ которые имеют доступ данным интербейс в linux по крайней мере в этом релизе и дальше мы более подробно рассмотрим создание той самой программной части которая очень специфична для каждой платформы которую мы поддерживаем в частности здесь мы просмотрим особенности и возможности создания ydf то есть user defined functions интербейс для работы именно среди linux напомню что с этого года мы предоставили пользователям разрабатывать возможность разрабатывать программы для новой платформы серверных сред линукс во первых это серверная часть то есть мы делаем не графические интерфейсы а именно сервисы и программы которые работают на серверах под управлением linux им никакие x не нужны никакой графический интерфейс они должны работать прямо вот в той среде который есть в сервере поддерживается исключительно 64 бита архитектуры но это в общем вполне понятно потому что если уж сервер так надо использовать все возможности аппаратной платформы на котором он работает официально поддерживается ubuntu 16 и red hat enterprise 7 но это не значит что другие платформы не реализуют поддержки программ написанных на delphi в своих средах в частности нам сообщали о том что на очень многих в том числе отечественных платформах программы которые были созданы с помощью delphi запускаются есть определенные проблемы с отладкой правда на некоторых платформах но эти вопросы решаемы и мы поддерживаем вот следующие технологии которые входят уже давно в состав рад студии которые перечислены здесь на этом слайде это и собственно говоря библиотека runtime rtl это библиотека доступа к базам данных это возможности ввода вывода и доступ к файловой системе это универсальная библиотека доступа к любым источникам данных и базам данных firetag поддержка протоколов вебовских и надстроек над ними работа с веб технологиями оболоками интеграция с определенными серверами промежуточного уровня которые можно размещать на серверах linux возможность разработки собственных серверов промежуточного уровня трехзвенки которые обеспечивают да это snap или рад сервер ну и наиболее широко распространенные технологии и форматы передачи данных такие как джейсон xml соп и так далее там подобное в рамках род сервера также мы можем поддерживать технологии айот которые сейчас все больше и больше переезжают на небольшие linux управляемые машины я уже говорил о том что мы перевели под управление linux точнее для поддержки linux всю основную rtl рад студии ближайшее время это же rtl обеспечит поддержку разработки под linux для си плюс плюс билдера то есть не толк не только в delphi будет доступна эта платформа что входит в этот rtl это модули system это все прерывания которые поддерживались rtl это собственно поддержка функций ядра linux а это поддержка позик функций файловых систем операции ввода вывода и не кода управление потоками и параллельного вычислений естественно что мы стараемся максимально использовать нативные существующие средства уже в linux для поддержки каких-то особо особых распространенных разработок таких как передача http протоколу здесь используется липкуру стандартная библиотека которая входит в linux уже достаточно давно есть поддержка я уже говорил форматов xml и джейсон на уровне поддержки дома ну и есть какие-то средства отладки юнит тестирования и так далее и тому подобное однако я должен сказать что вся эта поддержка еще не окончательно мы развиваем перевод под платформу linux и других специальных инструментальных и платформенных средств инструментов и в следующем релизе мы тоже ждем новых пополнений расширений этой возьму этих возможностей когда будет следующий релиз вы можете увидеть на сайте комьюнити эмбаркадера ком где описан родмэп ну на ближайший год что представляет из себя поддержка в delphi платформы linux прежде всего это компилятор для linux это компилятор для с платформы 64 битный intel ских процессоров компилятор модуль на основе технологии lvm обязательно используется arc есть некие особенности так далее и тому подобное для отладки для дистрибуции экзешников точнее не экзешников двоичных модулей на платформу машину вам необходим импорт linux sdk то есть библиотек для разработчиков это делается через специальный платформ ассист сервер который разработал наша компания те кто работает уже давно с айосом маком или андроидом они привыкли к таким сервером и представляет что это такое значит sdk не требуется для чистой компиляции и сборки он требуется только для отладки и передачи модули на сервер можно обеспечить передачу информации вручную передачу файлов вручную но тут надо учитывать особенности файловой системе linux который обеспечивает более расширенную поддержку прав доступа или там более строгую рассмотрение прав доступа к этим файл файл дак пошел практически в полном объеме он поддерживает все доступные в linux sbd включая наиболее распространенные как как sql sbd так и новую sql sbd единственное что не вошло из таких поддерживаемых sbd это информикс но я думаю что остальных вполне достаточно потому что ну не так много систем сейчас информикс использует как платформу в числе поддерживаемых файл файл даком субы да естественно все варианты интербейса это субы д которая имеет потрясающие возможности работы на различных платформах это не только windows это не только linux это были в свое время и обе маски платформы какие-то где интербейс работал вот особенности его является том маленький эффективный очень быстрый использует специальную архитектуру версионности записей которые позволяют ускорить одновременный доступ к записям при сохранении целостности и увеличенной надежности и совершенно не требует но практически совершенно не требует наличие специально обученного администратора который должен к ежедневно присматривать и заботиться о базах данных в данном случае последние версии они сделаны таким образом что реорганизация базы данных требуется не знаю там через 50 лет по технологическим возможностям а все остальное вы можете делать включая специальное журналирование и обеспечение отслеживания изменений в базах данных прямо из api из программного кода который включен в средства интербейса мы уже рассказывали про эту платформу не так давно есть ссылка здесь представлена на предыдущий последний вебинар с экспертом по интербейс компании эмбаркадера и компания варкадеры дмитрием кузьменко вот здесь есть ссылка вы можете посмотреть запись там очень подробно все это было описано как кросс платформе на что идет вообще на канале youtube имеется много записей посвященных интербейсу которую вы если заинтересовались этой базе данных можете уже достаточно подробно рассматривать и изучать почему именно интербейс мы рассматриваем сегодня потому что это база данных достаточно хорошо приспособлена и сертифицирован для использования в облачных структурах как правило облачные структуры либо несут на себе какой-то вариант линукса либо имеют аналогичный api аналогичные средства к сервеном линуксу ну и кроме того конечно интербейс уже много лет поддерживает все основные языки программирования в свое время он начинался именно с поддержки линукса работу под линуксом средства которые расширяли и дополняли ядро интербейса традиционно писались на си но для виндовской среды это стало возможно делать с появлением delphi особенно delphi 64 бита а для линукса такой поддержки еще не было теперь именно сегодня мы хотим рассмотреть возможности delphi для того чтобы использовать и расширять интербейс как платформу баз данных для своих приложений ну собственно говоря и все общие слова закончились позвольте мне перейти к демонстрации практических примеров тут предварительно я должен переключиться на другой экран час одну секунду я это сделаю значит я должен сказать что все особенности и возможности интербейса хорошо и подробно описаны в док вики embarcadero.com вы знаете что embarcadero давно уже перешла к онлайн документации на сайте формате док вики вот здесь представлены ссылочки на различные страницы которые посвящены интербейсу ну для начала я хотел показать вот эту страницу значит полностью по последней версии здесь есть и утилиты есть определенные технологии у тьюториала видео и так далее там подобное к сожалению может быть для некоторых у нас стране я думаю что вот к моему сожалению точно я бы хотел чтобы информация имелась и на русском языке поэтому мы сегодня собственно говоря и работаем для пользователей которые предпочитают родной язык для изучения продукта здесь много информации по вообще технологиям интербейса в том числе по возможностям расширения ядра и функции ядра интербейса для различных платформ для кросс платформ для того чтобы показать сегодняшнюю работу я организовал некую среду значит прежде всего ли мне нужен был linux на котором я хотел бы вам показывать эту разработку сейчас одну секунду я попытаюсь переключиться на нужный вам экран значит нужно было собственно говоря запустить какую-то машину с linux для демонстрации я использую виртуальную машину virtual box а если у вас еще нет такой тестовая машина вообще мы рекомендуем делать так что у вас вот среда рад студии или делфи установлен на windows машине здесь же запускать свою тестовую среду это достаточно просто и удобно сделать вариантов тут масса можно устраивать виртуальную машину под тем же бесплатным virtual box или если у вас есть сфера но организовывать общую отладочную машину где-то на сервере или в конце концов использовать контейнерную технологию например такую как докер или vagrant для настройки своих собственных тестовых систем по крайней мере вы будете иметь одинаковые для всех пользователей среду отладочную среду как это сделать написано в моем блоге там достаточно подробно и с деталями с командами описано что нужно сделать чтобы настроить эту среду работы там требуется установка дополнительных библиотек каких и как это перечислить в том числе в эту среду надо было установить сервер базы данных ну в данном случае это интербейс как получить интербейс ну на самом деле это достать сейчас становится достаточно просто достаточно запустить собственно рад студию или delphi среду интегрированной разработки зайти в меню tools и открыть менеджер пакетов get it здесь можно сразу задать поиск интер ну и вот здесь сразу видно что у нас есть по интербейсу вот у нас есть интербейс у вас вы можете поставить свой отладочный бесплатный отладочный сервер интербейс который так и называется интербейс девелопер сервер он имеет все те же возможности что стандартный сервер за исключением неких ограничений по количеству связи и времени непрерывной работы есть также вот возможность установить интербейс to go это мобильная версия которую вы можете переносить на любую платформу для того чтобы ее например установить достаточно нажать кнопочку install и и пойдет установка на вашу машину в том числе если вы рассмотрите что получится в результате этой инсталляции видите у меня здесь уже установлен интербейс to go но не страшно я вам покажу что там будет получено значит вот есть такая такой каталог такая директория в в каталоге куда был установлен интербейс он расширяется после установки интербейс to go каталогом регистр который позволяет переносит сюда все необходимые модули которые вы должны перенести на ту или иную платформу который собираетесь работать с to go в том числе вот linux 64 вы вполне можете здесь перенести сервер и интербейс to go так что достаточно легко получить эти вещи значит девелопер сервер бесплатен ключик вы можете получить совершенно спокойно в момент установки ну либо травила либо прямо отсюда тут есть ссылка для установки этого бесплатного сервера вот поэтому сервер запущен нужно сервер установлен нужно его теперь предварительно запустить я должен сказать что для того чтобы показывать вам демонстрации и вообще говоря для собственного комфорта при работе с линуксом и в delphi я использую такую бесплатную тюлиту как win scp которая позволяет соединяться с удаленным сервером линукса но в таком привычном двух окон формате по безопасным протоколам в данном случае справа у меня уже запущенный сервер linux ubuntu 16 4 а здесь каталог на локальном диске где я вот используйте файлы которые мне нужно перенести на эту платформу это очень удобно тогда когда вы не хотите использовать допустим по сервер для деплоя бинарников на платформу ну конечно я сегодня по сервер просто запускать не буду потому что мне достаточно будет переносить те модули с помощью этой утильты однако для вообще привычной работы и для выполнения скриптов наверно все таки лучше запускать специальный терминал вот я запустил пути терминал который работает по защищенным протоколы SSH значит здесь я должен сейчас буду указать свой пароль для входа среду linux ну вы видите что linux у меня в последние в актуальные состояние ничего апдейтить не надо это текущую buntu linux видеть, какая версия, какой релиз, в принципе, можно набрать еще кучу информации. Для того, чтобы работать с сервером Interbase, мне нужно прежде всего запустить этот сервер Interbase. Как это сделать? Достаточно легко это делается. Единственное, что я должен перейти в прелегированный режим, потому что это должен делать человек, который обладает административными правами в среде Ubuntu. Ну и дальше использовать специальный менеджер, который располагается по умолчанию в каталоге OptInterbase.bin. Для этой версии, для этого варианта Linux характерно. Извините, IB Manager. Задать ему команду Start. Пароль рута я должен ввести, иначе он меня не пустит. Ну вот, как видите, сервер сообщил, что он успешно запущен, и с ним можно работать. Значит, что еще здесь для того, чтобы демонстрировать Interbase, я использую. Ну, я использую, опять-таки, инструмент компании Embarcadero. Я к нему привык, мне он нравится. Вообще, я не очень большой любитель консольных утилит. Мне больше нравится такое графическое представление, визуальное представление информации. И в данном случае я использую RapidSQL, который входит в состав RAD Studio Architect сейчас. Вот. Это утилита для доступа к разным платформам баз данных. Но если посмотреть, кто не знает, я просто могу показать, каким платформам она имеет доступ одновременно. Ну, вот здесь они перечислены. Здесь есть уже настроенные коннекции с базой данных, которая работает в VirtualBox. Ну, например, в данном случае я должен переконнектиться, извините, потому что сервер у меня был перезапущен. Я делаю дисконнект. Еще раз, для коннекции мне просто нужно раскрыть это дерево. Вот теперь мы перечислили все те таблицы, которые нужно. Ну, и вот то, что я хотел, здесь у меня есть. Если мне нужно, например, посмотреть данные какой-то таблицы, я всегда могу их посмотреть в таком режиме. Если нужно отредактировать, ну, можно всегда отредактировать эти данные. Ну, вот тут есть команда EditData. Мы этим будем пользоваться в одном из примеров. Вы можете в интерактивном режиме корректировать данные. Мне очень удобно этим пользоваться, поэтому я буду использовать это средство для того, чтобы работать с интербейсом. Объяснив эту среду, давайте перейдем к реальной работе с разработкой приложений для интербейса в Linux. Ну, откроем RAD Studio. Все, что мне нужно, это создать новый проект или открыть готовый проект. У меня подготовлены ряд демонстрационных примеров, которые входят в состав демо-пакета для интербейса. Ну, и первый из них в первой списке, вот это традиционный пример IB Arrays. Вы знаете, что интербейс поддерживает один из типов данных Array. То есть вы можете имитировать в определенной степени повторяющуюся группу в интербейсе и работать с ней достаточно просто. Ну, вот если мы говорим о графическом Windows варианте этой программы, то вот она выглядит так. Здесь есть простое окошко, есть две кнопки для того, чтобы записать данные в таблицу и прочитать данные в таблицу. И для того, чтобы обеспечить связь этой программы с сервером интербейса, который находится на Linux, мне нужно две возможности. Два, настроить несколько опций. Значит, первое, что нужно сделать, это указать, что у нас это не Localhost, не Windows машина, а это среда работы Linux. Виртуальная машина у меня находится по адресу вот такому вот, извините. Протокол мы, естественно, возьмем не Localhost, а TCP IP. Значит, порт стандартный. Что важно? Указать базу данных, куда мы должны попасть. Как ее найти, эту базу данных? Для Windows она расположена здесь, где она расположена у нас в Linux, но там, где она у вас расположена. Вот тут как раз хорошо приходит на помощь эта утилита визуального поиска данных и так далее. Ну вот, в данном случае у меня есть особая база данных, находящаяся здесь, в каталоге. Если у меня там отсутствует база данных, которую я хотел посмотреть, ну, значит, вот у меня есть каталог Windows, где находится моя база данных. DB, 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 Demos, GDB. Я просто ее должен сюда перетащить. Все, что мне нужно, здесь я уже сделал. Единственная тонкость, что для того, чтобы с ней работал сервер, мне нужно дать права доступа к этому файлу. Вот в этой утилите это делается достаточно просто. Иксы, наверное, не нужны. Right мне достаточно. Вот такие права доступа есть. Я думаю, что этого хватит для того, чтобы использовать. Обратите внимание, эта база данных находится в каталоге, которая входит в мою домашнюю директорию, в мой Home. Это юзеровский каталог. Традиционно, в Ubuntu, например, есть возможность сокращения доступа к этому каталогу. Если я хочу, например, перечислить те файлы, которые находятся в Home каталоге, я использую tilde. Слэш. И вот я получаю свой Home каталог. Для RAD Studio такой способ неприемлем. Вы не можете указать такой каталог здесь, поэтому вы должны указать ее правильно. Я уж не говорю о том, что слэши должны быть направлены в правильную сторону. Не вправо, а влево. Здесь я должен написать. Обратите еще внимание, что у меня там каталог начинался с большой буквы. Значит, я эти большие буквы должен обязательно использовать. Вот так у меня выглядит доступ к моему этому файлу. И я хочу проверить, будет ли это дело работать. Правильно ли я указал. Соответствующим образом я проверяю, делаю тест. И вижу, что соединение с сервером у меня прошло нормально. Вот эту работу вам придется делать в том случае, если вы отлаживаетесь на локальной машине, на своей Windows машине, а переносите и хотите работать с данными, которые находятся там, на той машине. Значит, вот в принципе можно сделать здесь вот в Data Explorer некие профили. И использовать тогда Data Definition для доступа к этим различным вариантам. Но я, честно говоря, предпочитаю делать так. Я просто копирую еще один коннекшн, ставлю неактивное состояние и потом подключаю его вместо того, который используется в текущей. Значит, давайте проверим, как работает эта программа с удаленным сервером. Я просто запущу ее для выполнения. Компилятор работает очень быстро, поэтому очень легко это делать. Программа запустилась у меня на основном мониторе. Вот она запустилась. Это Windows на окно. Вот видите, у меня нет в этой базе данных такого каталога FDRay. Поэтому мне его нужно... Такой таблицы FDRay мне сначала нужно ее создать. Как ее создать? Ну, создать ее достаточно просто. Вот эта таблица, я хочу взять из нее схему. Соответственно, я просто копирую эти данные в другое место и, соответственно, получаю информацию для этой таблицы. В данном случае мне проще еще раз настроить мое соединение в локальной базе данных, для того, чтобы работать вот с этой таблицей, где это дело существует. Я просто возьму путь доступа, который указан здесь. Это Opt Interbase Examples Employee GDB. Вот, значит, здесь соответствующим образом мы должны подправить эту информацию. FireDuck позволяет это делать достаточно просто. Значит, Opt Еще раз протестируем. Вот, уже вижу ошибку. Еще раз протестируем возможности соединения с этой базой данных. Все хорошо. Значит, еще раз запускаем эту программу. Она запускает IB-Write. Вот, обратите внимание, что в таблицу, которая существовала, были записаны данные в виде Array. Если посмотреть здесь на исходные тексты, то вы видите, что здесь у нас есть размерность от 1 до 4. Тип данных указан. Значит, здесь вот в этой программе видно, как DB-Grid автоматически распознает такое описание типа данных и распределяет на отдельные колонки. И теперь возникает вопрос. Ну, вот, можно повторить эту же операцию с помощью IB-Write. Как это дело повторить без графического интерфейса? Ну, давайте посмотрим вообще, как пишутся обычные приложения, которые имеют доступ к любой базе данных для Linux. Для того, чтобы создать такое новое приложение, достаточно, вообще говоря, зайти в файл New Ada и сказать, написать мне консольное приложение. Консольное приложение можно отлаживать под Windows, но если мы ставим таргет платформу как Linux, то оно будет выглядеть немножко по-другому. Значит, View Source. Вот у меня уже готовое такое приложение, которое я создал. Значит, это консольное приложение, те же самые параметры консольного приложения, которые были под Windows. Единственное, что я должен здесь поменять по отношению к Windows-ному варианту, это таргет платформу Linux 64. Больше мне ничего не нужно. Вот я ее добавил, и теперь у меня будет компилироваться специальное приложение, которое будет выглядеть как IB EraseCon точка, как бинарник для Windows. Значит, обратите внимание, что здесь, вот в этом консольном приложении, есть только вот вывод и команды управления. Здесь есть также возможность добавить свои визуальные компоненты для того, чтобы управлять данными точно так же, как это было сделано в предыдущем графическом варианте. Нам нужно создать Data Module или любой другой юнит, который позволяет класть на него компоненты и перенести на него все те же самые компоненты, которые были вот перед этим в этом примере. Вот если обратитесь сюда, здесь у меня отсутствует только Data Source, который отвечает за взаимодействие графического DB Grid и Data Set, который вот здесь вот есть в виде FD Query, и он мне не нужен, поскольку у нас консольное приложение, мы никак не взаимодействуем. Обратим внимание на коннекцию, она устроена именно тем образом, который я говорил, вот тот самый путь, про который я вам говорил, здесь он повторен. Давайте протестируем возможность здесь коннекции, тоже она существует, но теперь мы не будем отсюда запускать это приложение, потому что оно будет у нас извините, линуксное, и оно здесь не запустится. Либо оно должно быть через PA сервер передано прямо на Linux сервер и там запустится, либо мы сейчас его соберем окей, оно собрано, и зайдя вот в ту же самую визуальную утилиту, которую мы использовали перед этим, значит, я перейду в каталог, который у меня был, собственно говоря, использован для, извините, для разработки, значит, это у меня мои документы Home, вот у меня здесь каталог, в котором содержатся те самые приложения, вот вы видите, появился каталог Linux 64, где был создан, и вот этот самый двоичный модуль, который я должен сегодня буду перенести, здесь уже есть вчерашний отладочный модуль, я просто его замещу, вот для него, для него я, по идее, должен был дать бы права на выполнение, но поскольку я оунер этого файла, это делать не обязательно, запустим его, в нашем каталоге, вот еще раз проверим, есть ли он здесь, да, вот он здесь есть, его запустим, IB, ну, как видите, он прекрасно выполнился, причем здесь айтемы также указаны в виде массива, как это реализовано в программе, собственно говоря, я это и хотел сейчас уже показать, помните, там две кнопки, которые выполняли функции write и read, здесь также в data модуле описаны две процедуры, первая, собственно говоря, создает данные в массиве, а вторая считывает эти данные в массиве и записывает их в консоль, это чисто демонстрационная вещь, которая позволяет показать, как нужно работать с консольными приложениями для интербейса, единственная сложность по отношению к венузному варианту, это, что здесь я должен представить поле items, которое имеет тип данных как array в виде стринга, string, функция автоматически переведет его в ту форму, которая представлена на этом экране, и, собственно говоря, по отношению к другому типу данных здесь нет никаких особенностей. Видите, максимально упрощена специфика работы с Linux и консольными приложениями в рамках этой программы. Ну, а теперь чуть-чуть пробежимся по тому коду, который здесь есть. Функция data.write array. Здесь указан тот data модуль, с которым мы будем работать. Сейчас объясню, почему. Эта функция, вообще говоря, может работать с любым data модулем, лишь бы на нем была соответствующая коннекция и query. Соответствующим образом она сначала удаляет таблицу из базы данных, потом данные из таблицы, потом заносит туда соответствующие данные через выполнение exec SQL для fd query. Почему? Потому что это команда insert, она не возвращает result сета. Здесь описаны те особенности, которые используют именно interbase для таких форматов данных. в том числе здесь мы должны указать st table тип данных, а не массив, как ни странно. Вот такая особенность есть. А дальше просто в цикле мы несколько раз заполняем такие данные. Обратите внимание, здесь а и дальше идет индекс. Здесь так и есть. А номер записи, индекс массива в этой записи. Все так и сделано. Простите, если посмотреть под программу чтения данных, то она выглядит аналогично. Здесь передается тот data module, с которым мы будем работать. Собственно говоря, выполняется потом некий запрос находящегося в data module с таким текстом SQL. И потом result set, который был получен, в цикле выводится прямо целиком на экран консоли, который здесь есть. Как устроен вызов этого дела? Прежде всего нам нужно создать data модуль. Если посмотреть на консольное приложение, то никто за вас автоматически никакие формы создавать не будет. Формы просто отсутствуют. Здесь нет этой формы. Вы не можете это делать. Поэтому из самого модуля, который запускается, вы должны обеспечить создание тех форм, тех data units, тех дополнительных классов, которые вы используете. Поэтому мы заранее создаем вот этот самый data модуль, того типа, который мы перед этим используем, а в конце обязательно его освобождаем, чтобы не потерять память. После этого мы способны обращаться к тем функциям, тем данным, тем классам, которые находятся на этом самом data модуле. В данном случае я использую функцию data array, указав его же, как созданный класс. в конце просто для того, чтобы затормозить экран, я делаю readln. Все сообщения об ошибках вываливаются по exception стандартным образом. Ничем не отличается от Windows программы, за включением того, что я должен заранее создать вот этот самый data модуль. Надеюсь понятно, насколько просто писать data приложение, приложение, работающее с данными для любой базы данных в среде серверного Linux. И давайте теперь мы посмотрим еще несколько примеров. А эти примеры будут достаточно более сложными, и я хотел бы на них больше остановиться, прежде всего потому, что стандартный интербейс имеет достаточно ограниченное число встроенных функций. Их много, но все-таки он ограниченный, и их не такое огромное количество, как допустим в том же Oracle или SQL сервере. Что делать тем людям, которые хотят использовать какие-то свои собственные функции? Написать встроенный код, который будет работать прямо на сервере. Этот код может быть записан в память сервера и выполняться там, обслуживать сразу много-много запросов, если это архитектура супер сервер. Почему я подчеркиваю, потому что допустим FireBuddy, который является аналогом одной из версий интербейса, там есть вариант использовать либо архитектуру супер сервера, либо другую. В интербейсе это только супер сервер, значит мы должны работать в многопользовательском режиме, и тут есть определенные особенности написания таких функций, которые работают как родные из поставки интербейса. Вообще говоря, такие функции поставляются давно, их много, например, вместе с тем же интербейсом поставляется специальный пример, я покажу просто описание текстов SQL, описание функций, которые используются в примерах, поставляемых вместе с интербейсом, здесь масса дополнительных функций, которые можно встроить и использовать в качестве собственных. Где они реализованы? Реализованы они достаточно давно, разработчиками интербейса, они находятся в специальном каталоге, который здесь у нас есть. Это каталог, если на Windows, то это каталог UDF, вот здесь у нас есть IB UDF DLL, который содержит все те самые функции, все, что вам нужно сделать, это перенести соответствующую DLL для Linux, там есть такая DLL для Linux, и создать описание этих функций, для того, чтобы интербейс их мог использовать. Вот давайте подробно посмотрим, как это делается, на примере элементарной совершенно функции, встроенной функции simple UDF, которую я взял из примера, который написал в своей статье, придумал в своей статье, я писал Дмитрий Кузьменко, в которой я сегодня уже упоминал. Значит, это элементарная функция, в данном случае на языке Delphi, которая обеспечивает просто сложение двух переменных, двух чисел, которые приходят в виде параметров к этой функции. Чисто демонстрационный вариант, который делает мало пользы, но зато позволяет показать, как вообще работать и разрабатывать UDF в интербейсе. Здесь есть сразу несколько особенностей. Значит, если мы посмотрим на этот проект, по умолчанию он создается для Windows. Значит, если у вас в Windows 64 и установлен интербейс сервера 64, вы должны естественно выбирать платформу такую, которая соответствует этому серверу. Дальше. Сама функция вот она описана. Все, что вам нужно здесь включить, это sysutils, который просто обеспечивает определенные варианты. Кстати, не обязательно здесь она должна быть, просто некие системные модули, которые обеспечивают вызов системных утилит, входящих в RTL Delphi. Дальше. После того, как вы скомпилировали эту библиотеку, обратите внимание, это library. Этот модуль создавался как new DLL. File new DLL. В данном случае эта library имеет имя simple UDF. Когда мы будем описывать функцию для работы из этой DLL для работы в интербейсе, мы должны будем использовать вот такую SQL конструкцию, которая здесь находится, правда, в комментариях, но мы ее будем писать в RAPID SQL. Обратите внимание, что здесь есть entry point, то есть имя функции, которую мы будем использовать из DLL и указано, какая DLL будет загружаться. это так называемое подсоединение функций в момент старта модуля, то есть здесь должны быть собственно говоря наличие этой DLL в момент старта сервера интербейса и полное соответствие тому, что написано здесь. То есть, во-первых, имя библиотеки, как оно есть, должно быть описано в SQL сервере, и полностью включая большие маленькие буквы имя функции, которое будет использоваться. Также я должен указать вот такое вот имя, именно это имя будет экспортироваться, не вот то, которое здесь написано function add, здесь кейзы могут быть другие. Я говорю, что вот это имя должно экспортироваться и обязательно вот этот для интербейса вот этот кейс, переменные, глобальные переменные из multi-thread должно быть установлено в true иначе вы не сможете работать на сервере с одновременным доступом многих пользователей. Сама функция элементарна, я не буду ее сейчас собирать, я просто переведу его под другую платформу, под 64-bit Linux, и обратите внимание, имя результирующего модуля поменялось. если если здесь мы генерировали simple UDF DLL, то здесь мы будем генерировать lib simple UDF .so это тот самый файл, который вы должны указывать вот здесь в описании этой функции на сервере, который работает среди Linux. Не simple UDF, а lib simple UDF .so на сборку для того, чтобы показать, что все написано правильно и сборка выполняется. Видите, нет никаких ошибок. И остальные настройки требуются уже среди Linux. Значит, первое. Я должен взять соответствующий модуль. Вот мы только что его собрали. нет, извините. Вот мы только что его собрали. И перенести в соответствующее место в Unix, в Linux. Что это за место? Это место достаточно простое. Я уже говорил, что у нас Interbase находится в каталоге Opt Interbase. И здесь есть такой же собственный каталог UDF. У нас не очень много времени. Я не буду это делать прямо сейчас. я покажу, что эта библиотека здесь есть. У нее должны быть права на выполнение. если посмотреть, вот эти отметки должны быть. Как это делать? Делать это достаточно просто, за исключением того, что вы должны это делать от имени ROOTA. Если вы будете это делать, то должны выполнить команду SUDO, 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 Mode, допустим, и дальше каталог OPT, извините, здесь ошибочка, опять-таки я не буду сейчас это выполнять, там уже все настроено, просто я хотел показать, как это выполняется, BIN, ну и не нужен UDF LIP А, вот видите, я ошибся, UDF надо писать большими буквами, LIP Вот, вот такая команда должна быть выполнена, тогда все будет работать, единственное, что обязательно от лица рута, потому что каталог системный. Дальше, собственно говоря, в интербейсе, что мы должны сделать, я это уже сделал здесь, вот на этом сервере, поэтому не буду делать, вот наша функция addA, я описал ее вот таким кодом, declare external function, такой, 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 и обратите внимание, здесь я указал вот эту функцию, LIP simple UDF, entry point, все, больше мне ничего сделать не надо, я должен только выполнить этот код, в данном случае я переопределил эту функцию, теперь мы можем проверить, как эта функция работает, но для этого нужно выполнить какой-то исколь запрос, который будет использовать эту функцию, select, ну и дальше какие-нибудь два числа, 10, 10, ну, 125, не будем особо придумывать, from, у нас не так много country, поэтому возьмем, обратите внимание, мы просили прибавить 10 к 125, все выполнило, все хорошо работает, никаких ошибок функция была встроена, с элементарной функцией не возникает никак, единственное, на чем может возникнуть проблема, вот разница в кейзах, верхних, нижних буквах, или, скажем, приставки lib, для тех функций, которые вы используете, проблема возникает для более сложных функций, которые я хотел бы сейчас в конце показать, есть ряд функций, которые возвращают значение, если предыдущая у нас возвратила, вот обратите внимание, эта функция возвращала нам integer by value, то есть мы просто результату присваивали значение, и она возвращала это значение по, эту величину по значению, собственно говоря, само значение, то для стрингов, например, или для каких-то больших объемов информации такой возврат невозможен, мы просто не поместимся, переполним stack, переполним heap, никуда деваться нельзя, как же возвращать те значения, которые получаются в результате работы с функциями, которые возвращают символы, и вот здесь я хотел бы показать еще один пример из этой статьи, которую я уже упоминал, значит, здесь описаны три функции, function1, function2 и function3, которые делают очень простую вещь, копируют первый параметр во второй, ну, то есть, вот у меня, причем эти параметры строчные, в чем здесь подвох, почему именно на этих функциях надо показывать, а потому что, собственно говоря, как использовать результирующее значение, которое должно появиться в виде символной строки в программе, не в программе, а в сервере, в SQL предложении select или каком-то другом интербейсе. Значит, здесь очень важная такая вещь, что вы должны память для результата выделять внутри, собственно говоря, функции или на стеке, или в каком-то другом месте, которое автоматически управляется. Здесь нельзя использовать глобальные переменные, просто потому, что если это глобальные переменные одна и единственная на всех пользователей, то пользователи периодически будут ее для друг друга затирать. Это недопустимо в такой ситуации, когда мы работаем с данным, поэтому вы должны управлять памятью сами собой. И вот тут есть определенные такие хитрости, приемчики, которые вы можете использовать. Значит, три варианта работы с памятью и возврата результата. Первый вариант, который называется Function 2, это классически описанный в документации, вы должны сами позаботиться о выделении памяти. В данном случае мне нужен только один входной параметр, а результатом будет уже работа копии, копия этого результата, копия первого параметра, который я передаю сам на выходе. Значит, обратите внимание, что если я передаю как параметр символную строчку, то надо использовать тип данных пчар в Делфи и сстринг, си стринг, вернее, извините, в интербезе. Это обеспечит соответствие строк с конечным нулем одинаковые типы данных в интербезе и в Делфи. Тогда это будет работать. Второе, на что нужно обратить внимание, все функции должны быть сидекл, то есть по последовательности си должны вызываться и экспорт, то есть что они экспортируются в библиотеки и в данном случае они будут использоваться как внешние. Дальше, обратите внимание, что здесь нельзя использовать стандартную функцию молок. Почему? Потому что, собственно говоря, кто будет освобождать эту память в многопольской среде интербеза? Оказывается, в интербезе есть специальная функция, которая была прописана в дополнительном модуле, который вот здесь есть в библиотеке, lib ibiutil SO, которая выполняет за вас эту работу и сама позаботится о том, чтобы освободить эту память. Единственное, что требуется в описании этой функции, это вставить параметр free it, то есть сказать, что интербез освободит ту память, которую ты сам же выделил для того, чтобы работать с этой функцией. Все замечательно, это работает, прекрасно, мы сейчас в этом можем даже убедиться, если хватит времени, но проблема возникает в том, что если у вас многие-многие тысячи записей, сама операция выделения памяти на каждую запись для того, чтобы сделать копию, занимает относительно большое время, поэтому мы теряем на это время, мы резко замедляем запрос, который мог бы использовать эту функцию. Поэтому очень многие люди хотят использовать какие-то другие варианты выделения памяти не на каждую запись, а перед запуском этого запроса. Один из таких вариантов описан функцией первой, function1. Здесь используется возможность сколь синтексиса для интербеза, который говорит, что возвращать результат в параметре номер таком-то. функция имеет два параметра, как вы видите, p1, p2 и результат будет помещен в параметр p1. Он все равно память под него выделена в момент, когда вызывалась функция. Я туда же прямо и помещу результат, считаю его и потом, переходя к работе со следующей функцией, я это дело вполне использую в другом месте, без дополнительного выделения памяти. Здесь есть определенные тонкости. Во-первых, вы должны указать номер того параметра, с которым вы работаете. И, собственно, второе, у вас размер параметра должен соответствовать, вы должны сами позаботиться о том, чтобы памяти хватило, для того, чтобы результат был туда помещен. То есть, вы не можете выдавать большего размера результата, нежели результат второго параметра. Третий способ, который есть, это использовать тот же самый параметр, который вы в качестве результата тот же самый параметр, который вы, собственно говоря, и вызывали. Значит, в данном случае нет потерь памяти, поскольку интербейс самостоятельно освобождает память на стэке или в том менеджере памяти, который он, собственно, выделял для входного параметра. но поскольку у вас параметр возвращается через входной, результат возвращается через входной, у вас обязаны быть входной и выходной параметр одинаковой длины. Не больше, не меньше, а именно одинаковый. Здесь вы указываете, что результ является вторым параметром, вы выделяете его, вызов функции тот же самый сидекл, а тонкость заключается в том, что вот здесь вы не должны писать о том, что returns параметр 2, вы просто говорите, какой размерности длины вы ожидаете результат. И это все достаточно хорошо работает, за исключением одной вещи. Естественно, функции надо указывать в качестве экспорта, вот это надо указывать для многопольского режима, а проблема заключается в том, что у вас существует внешняя функция ibmolog, которую вы вызываете с помощью вот такого определения, что эта функция ibmolog находится, возвращает pointer, естественно, сишная функция внешняя находится вот в такой библиотеке. Если я бы сейчас по умолчанию вызвал эту модуль на компиляцию, я получил бы ошибку. Почему? Дело в том, что когда мы описываем вот такие выражения в исходном тексте, компилятор начинает проверять возможность линковки внешней библиотеки, а внешняя библиотека у нас в системе отсутствует. Как с этим поступать? Вот это самая главная мысль, которую надо было вынести из сегодняшнего нашего рассказа. Для того, чтобы обеспечить расширение возможности поддержки линукса такими функциями, вот такими функциями, необходимо сделать расширение SDK. Вот это обязательно. Как это делается? Tools, Options, SDK Manager, выбираем тот SDK, который мы используем. Можно использовать несколько в разных проектах. и говорим добавить, то есть вот новый. Я уже это сделал, поэтому я нажму редактировать. Вот такую вот строчку, что у меня есть дополнительный путь библиотеки SDK, который находится в SDK root, opt interface lib, оттуда надо брать все файлы, это путь library, добавляя эту самую строчку с описанием дополнительного каталога в SDK. Обратите внимание, что это локальная строчка. Это строчка здесь в нас. SDK находится у нас SDK root в моих документах, по-моему, вот здесь вот. Если нет, не здесь. вот у нас этот. Обратите внимание, вот этого каталога здесь не было. Я его должен был создать, вот этот самый каталог, который я потом, он полностью соответствует тому пути каталога, который есть на server Linux, которым я буду работать. Значит, соответственно, я здесь с ним должен буду работать. Этот каталог я создал и перенес сюда часть модулей, которые мне были нужны. Это можно делать автоматически путем вызова кнопки Update Local File Cache. В этом случае у меня должен быть физический доступ к Linux серверу, с которым я буду работать, на котором те самые библиотеки расположены по этому самому пути, который указан, и RAD Studio сама автоматически перенесет необходимые библиотеки в этот каталог на локальном диске, и потом линкер при сборке приложения, ссылающиеся на внешнюю библиотеку, будет использовать эти файлы для того, чтобы обеспечить сборку двоичного модуля, исполняетного модуля, который потом передавать обратно на сервере выполнения. Вот это главное, что должно было быть. Ну, а здесь вот у меня, например, видно, что эти функции существуют, вот они все три присутствуют, я могу естественно посмотреть на SQL-код этой функции, вот видите, здесь возвращает параметр второй, здесь возвращает параметр третий, что мы можем сделать, ну, опять-таки мы можем написать такой же точно запрос, который, ну, достаточно легко выполнить. Значит, есть еще один момент, который мне хотелось бы все-таки показать, несмотря на то, что мы уже перебрали время нашего вебинара. Это достаточно важный момент, который я хотел бы вам показать. Это когда мы переносим данные вот сюда, вот, когда мы переносим новую библиотеку в интербейс сервер, интербейс сервер его не подцепит до тех пор, пока не будет перезапущен. А для того, чтобы его перезапустить, нужно выполнить определенные команды, которые делаются достаточно легко. Команды выглядят примерно таким образом. Я должен опять-таки вызвать с помощью административного доступа. административного доступа. здесь нормальное завершение. мы повторяем старт нашего сервера и только после этого он подцепит наши библиотеки. Вот только после этого. Иначе не получится. Вы знаете, я сделаю немножко по-другому, чтобы сейчас не торопиться. Функции работают, пример будет, я просто положу исходные тексты примера и исходные тексты баз данных прямо в формате базы данных я положу на гитхаб, где будут исходники сегодняшних всех примеров. Вы сами сможете их проверить, как это работает. Если нет, то есть описание этой процедуры у меня в блоге, который вы можете посмотреть. А сейчас я хотел бы просто прикинуть, что мы можем делать в следующий раз. В следующий раз я хотел бы показать вот этот пример. в интербейсе присутствует замечательная такая функция под названием ChangeViews, которая позволяет отслеживать изменения происходящие, автоматически подслеживать изменения происходящие в базе данных приложений, которое подписано на изменения в конкретном поле конкретной базы данных. Выглядит это достаточно просто, вот примерно так, как здесь. Значит, если мы сейчас здесь посмотрим, куда настроено, здесь это настроено на нашу локальную базу данных. запустим запустим этот проект, я просто покажу, как это работает. Вот этот проект запустился, мы открываем базу данных, можем, допустим, что-то изменить здесь, добавить новая запись, перейти на следующий, обратите внимание, она автоматически появилась в этом измененном view, причем передавались только те изменения, которые были. Вот если мы сюда заглянем, значит, здесь у нас старые, вот это новые, произошла операция insert, значения, которые были, и новые значения. Вот такой интерфейс, он хорошо показан на графическом, в графической среде, тогда, когда, собственно, работу и ожидание результатов обеспечивает само приложение, когда приложение само опрашивает и графические элементы графического интерфейса, и какие-то другие варианты. Если же мы хотим перенести подобную технологию на сервер, то нам придется строить бесконечный цикл, который будет опрашивать эти изменения, и который можно будет использовать. Проблема в Linux в том, что если мы запускаем такое приложение, то в этом терминале или там где-то еще, это приложение будет работать и не даст возможности никак использовать этот терминал и эти ресурсы другими приложениями. Значит, такое приложение не будет запускаться автоматически, потому что оно закроет все возможности дальнейшей работы через терминал с этим сервером. Что делать, если мы хотим делать приложение типа сервиса, которое работает в среде Linux? В отличие от Windows сервисы или аналог этих сервисов Windows сервисов в среде Linux это демоны. Демоны не могут получать внешние параметры из stdin или каких-то других источников и не могут выдавать эту информацию в stdout. поэтому на консоли выдавать не можем. Как может работать демон? А демон может быть просто например веб-сервером или работать через REST интерфейс или может быть каким-то сервером промежуточного уровня, который работает по протоколу HTTP, TCP или какому-то другому и вполне может использовать подобные функции. И поскольку один из ближайших вебинаров будет посвящен именно работе с веб-приложениями в Windows и Linux и в RAD Studio, я надеюсь показать этот пример работы с интервейсом и ChangeView в рамках отдельного такого веб-приложения, которое использует возможности подписки на обновление данных для передачи пользователям по веб-запросу. А на сегодня я хотел бы переключиться на последний слайд в нашем показе. Вот этот последний слайд. Здесь есть те ссылки, которые вы можете использовать для того, чтобы более подробно ознакомиться с информацией или связаться с нами. Вот в частности мы говорили о настройке машины для RAD-сервера, Linux для RAD-сервера, это прописано вот в этих статьях, которые здесь перед вами, ссылки на них. Меня зовут Андрей Савцов, мои координаты перед вами, есть здесь e-mail, блок и телефон. Записи вебинаров будут доступны по указанным здесь ссылкам внизу. Нижняя ссылка относится к средствам по работе с базами данных, в частности Repetus SQL, а верхняя как раз относится к последним тематикам, связанным с разработкой приложений для различных платформ. На этом я хотел бы с вами попрощаться и готов закончить, извините, закончить свой рассказ и готов переходить к вопросам.